Информационный марафон на телеканале Freedom продолжается. В студии, я напоминаю, работают Наталья Сопета и Сергей Чернышев. И сейчас поговорим о военных преступлениях боевиков Путина. Итак, убийство пленных, расстрелы детей и женщин. Общественный проект ГУЛАГУ.НЕТ обнародовал шокирующее признание двух бывших наемников ЧВК Вагнер. Мужчины на камеру рассказывают о том, как собственноручно расстреливали несовершеннолетних украинцев. Кроме того, были случаи, когда командование Вагнера расстреливало своих подчиненных. За один раз могли казнить до 70 человек. Детали в сюжете Лариса Зубенко. То, что мы творили, когда заходили в Солидар и упахло. Вот это была сцена. Так начинает свой рассказ о зверствах на оккупированных территориях Украины бывший наемник ЧВК Вагнер Азамат Улдаров. Шокирующее признание обнародовал общественный проект ГУЛАГУ.НЕТ. На камеру боевик признается в убийстве украинских детей. Расстрел мирного населения Украины – прямой приказ руководства ЧВК Вагнер, а именно Евгения Пригожина, утверждает бывший наемник. Кто давал такие приказы? Ну, смотри, начинаем сверху. У меня был Коршин. Айсман, ну, это Сталин. Это первый изначальный командир, потом Коршин. Ну, над ними есть Пригожин, который нам сказал не дать выхода никому, всех уничтожить. Еще один участник расследования проекта ГУЛАГУ.НЕТ – бывший вагнеровец Алексей Савичев. Заключенный, который был завербован частной военной компанией. Он рассказывает, что до конца срока ему оставалось отсидеть три месяца. После 30 лет колоний и тюрем Савичева назначили командиром разведгруппы. Он, как и Улдаров, признается в расстреле несовершеннолетних украинцев. Причина – татуировки на теле. Ну, человек 24, может, 23, может, 20. Вот где-то вот в этом примере. Это только около 20 было 15-16 лет или вообще в общем объеме? Нет. Из этих расстрелянных 24, там, может, 25, я не буду говорить, сколько. Но этих 15-летних было расстреляно, ну, 15-16-17 летних было расстреляно человек 10 точно. Бывшие вагнеровцы сами обратились на горячую линию и добровольно рассказали о зверствах, совершенных в Украине. Признание боевиков шокировали даже правозащитников проекта «ГУЛАГу нет». В таком объеме, наверное, это практически единичный такой случай. Потому что тот массив просто ужаса, который мы выслушали от этих двух людей, ну, он потрясает. Естественно, мы все знали о творящейся там жестокости, но все-таки эти свидетельства во многом шокировали и нас самих. В том, что Улдаров и Савичев были наемниками в ЧВК, сомнений нет. Мужчины предоставили правозащитникам все подтверждающие документы. А помилование получили лично от кремлевского диктатора Владимира Путина. Зачастую люди сообщают что-нибудь, стараясь сохранить свою анонимность, но вот такие резонансные свидетельства и показания действительно бывают нечасто. Учитывая еще объем документов, которые мы от них получили, то есть это справки об освобождении из мест лишения свободы, это списки рекрутированных, которые были нам переданы одним из источников ВОФСИН, это их, так сказать, медали и так далее, и так далее. В общем-то, то, что они находились там, то, что они воевали в составе так называемого ЧВК Вагнер, и то, что по окончании контракта они были помилованы именно указом президента Владимира Путина, потому что отметка об этом есть в справках об освобождении, в общем-то, у нас сомнений не вызывает. На признание Вагнеровцев отреагировали в офисе президента Украины. Справедливое наказание для всех военных преступников – то, чего продолжит добиваться Киев. Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК Вагнер, но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают. Сколько таких преступлений? Нация, извергов и убийц. Биологический мусор этого мира. Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, в Телеграм. Ежедневные свидетельства жестоких российских преступлений, массовых, системных, преднамеренных, против военнопленных, гражданского населения, детей, недостаточно. Учитывая все это, отвратительная физиономия массовой убийцы до сих пор представлена в ООН. МОК видит Россию на Олимпиаде, а Росатом не под санкциями. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, в Твиттер. С 24 февраля прошлого года российская армия совершила на территории Украины более 80 тысяч военных преступлений. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора. Согласно данным украинских правоохранителей, почти полторы тысячи детей пострадали от рук российских военных. Из них 470 погибли, более 900 получили ранения разной степени тяжести. Пытки, расстрелы и казни, которые совершали российские военные на оккупированных территориях – все это документируют украинские правоохранители для наказания тех, кто совершал преступления, и тех, кто отдавал преступные приказы. Лариса Зубенко для телеканала Freedom. Субтитры предоставил DimaTorzok